Всем привет! Добро пожаловать в нашу берлогу! Это первое видео постройки нашей мастерской обытовки. И сегодня мы расскажем, как делали для нее фундамент. Разметка и фундамент являются первым этапом при любом строительстве. Но для начала необходимо понимать, какие обязательные отступы от границы участка и что мы будем строить. Мы определили, что наша мастерская обытовка будет относиться к постройкам с помогательным назначением. А минимальный отступ от границы должен быть 1 метр. Поэтому давайте приступать! Все начинается с внешней разметки свайного поля. Нам понадобятся колышки из обычной арматуры. Главное, чтобы они были не тонкие и не короткие, иначе будут изгибаться и увеличивать погрешность. Берем обрезки арматуры и на глаз напиливаем 14 колышков. 4 для внешней и 10 для внутренней разметки. 10 это количество будущих свай. Две простые рулетки и две геодезические. Я заранее приобрел две рулетки, разметка которых начинается от внутренней части кольца. С ними один человек сможет производить измерения без чьей-то помощи. Еще берем крепкую любую веревку и молоток, чтобы забивать колышки в землю. Будем ориентироваться на вот такую схему свайного поля. После того, как место определено, начинаем переносить эту схему на землю. Для этого отступаем от границы необходимое расстояние и вбиваем первый колышек. Затем от него, параллельно границе, отступаем длину согласно нашему проекту и вбиваем второй. Остается поставить еще два колышка и получить замкнутый прямоугольник. Зная диагональ и ширину, это сделать очень просто. Цепляем на первой и на второй колышки рулетки. На одной ловим диагональ, а на второй ширину. И вбиваем третий колышек на пересечении двух рулеток. Аналогично делаем и с противоположной стороны. Мы пока только нанесли внешний контур свайного поля. Остается натянуть веревку, которая поможет нам при дальнейшей разметке, а затем ее можно будет убрать, чтобы не мешалась. Следующим этапом нанесем внутреннюю разметку. Ты вообще оборзел, ну ты серьезно? Иди отсюда, я тебя не буду больше кормить. Вот так выглядит вторая схема свайного поля. В отличие от первой, на ней указаны размеры между центрами свай. Для того, чтобы упростить задачу прибурения, не вымерять никакие квадраты, не натягивать кучу дополнительных веревок, как это многие делают, мы центр каждой будущей свая отметим внутри получившейся разметки. Стоит учесть, что у нас шнек диаметром 25 см, поэтому размеры на схеме указаны именно под него. Если вы используете другой шнек, то учтите этот момент. С внутренней разметкой все максимально просто. В любом углу отмеряем от натянутых веревок по 12,5 см. И на пересечении двух рулеток вбиваем колышек. С противоположной стороны делаем то же самое. 12,5 см это радиус будущего отверстия шнека. Все последующие центры свай мы будем отмерять от предыдущих, чтобы минимизировать погрешность. Цепляем геодезическую рулетку на колышек, отмеряем необходимое расстояние, например, 190 см. Как это показано на видео. И от натянутой веревки отступаем 12,5 см. И так со всеми колышками. После того, как все 10 колышков установлены, проверяем еще раз расстояние между ними и диагонали. Если все сошлось, то веревку и внешние колышки можно снимать. Они нам больше не понадобятся. Единственное, рекомендую на каждый колышек провязать какую-нибудь ленту, так как колышки на земле малозаметны, а края арматуры по всей болгарке острые. Переходим к опалубке для свай. Чтобы фундамент был ровный, логично, что все сваи должны быть на одном уровне. Для этого используется опалубка, в которую мы будем заливать бетон и вставлять арматурный каркас. Для начала давайте отметим три популярных способа установки опалубки. Способ первый – использование рулонных материалов, например, рубероида или стеклоизола. Для них необходимо сооружать конструкции, которые будут держать рубероид над уровнем земли. И чтобы компенсировать перепад высот, каждая конструкция должна быть определенной высоты и максимально надежной, иначе рубероид при заливке не выдержит и просто развалится. Еще многие делают опалубку из рубероида только сверху, а это создает ступеньку на поверхности земли. И при пучении грунта зимой, который обязательно будет, сваи легко могут подняться, а мы этого не хотим. Способ второй – использование асбестоцементных труб. Способ в целом рабочий, но в составе этих труб есть асбест, поэтому нам не хотелось бы его использовать у себя на участке. А вес трубы диаметром 20 см будет примерно 30-40 кг. Да и пилить и дышать вредной пылью желания не было. Способ третий – использование канализационных труб. Удобный рабочий способ, но стоимость одной трубы длиной 2 метра и диаметром 20 см на момент съемки видео составляет 2800 рублей, а таких труб нам нужно 10. Нам же хотелось использовать преимущество канализационных труб, но заметно удешевить опалубку. То есть пробурить отверстие, вставить в него опалубку и закопать. Затем по лазерному уровню отрезать все лишнее перед заливкой бетона. Поэтому и была придумана опалубка из оцинкованного листа. Давайте приступим! Для начала берем оцинкованный лист размером 2 на 1,25 м и толщиной 0,35 мм. В длину ножницами по металлу разрезаем его пополам. Из одного листа мы получим две трубы практически 20 см. От ровного края отступаем 3 см и чертим линию. Она нам будет служить ориентиром при сворачивании листа в трубу. Берем лист и начинаем его аккуратно загибать. Сначала с одной стороны, затем с другой. С этим может справиться даже один человек, но удобнее конечно вдвоем. Для сборки опалубки мы будем использовать алюминиевые заклепки. Шуруповертом делаем отверстие, скрепляем сначала края трубы, потом фиксируем ее по всей длине, ориентируясь на линию. Повторяем вышесказанное несколько раз и получаем 10 готовых труб длиной 2 метра практически в 5 раз дешевле, чем канализационная труба аналогичного диаметра. Давайте разберемся, почему видео называется «Ракетно-свайный фундамент». При чем тут ракеты? Диаметр трубы составляет почти 20 сантиметров, а за счет юбки расширения пятно контакта увеличивается до 25, а значит и несущая способность каждой свая, по аналогии со сваями ТИССЕ. Шаблон юбки легко сделать при помощи калькуляторов на сайте. Сначала определяем диаметр трубы, к которой мы будем стыковать, он у нас получился 19 сантиметров. Подставим это значение в калькулятор усеченного конуса и получаем развертку с размерами. Эти размеры переносим на бумагу при помощи нитки, скотча и карандаша. Бумажный шаблон копируем на металлический лист и вырезаем ножницами 10 таких элементов. Когда все вырезано, сворачиваем юбку и скрепляем заклепками в двух местах. Не забудьте обязательно прибавить 3-х сантиметровый нахлест к юбке, иначе она не налезет на сваю. Затем приклепываем юбку к каждой трубе. Для удобства я дополнительно делал отметки на трубе, чтобы все состыковалось ровно. Если в дальнейшем опалубка не будет свободно помещаться в пробуренное отверстие, то можно будет снять нижнюю заклепку на 1-2 сантиметра убавить юбку. В итоге получается 10 легких, крепких, а главное недорогих ракет, который может сделать каждый у себя на участке, а доставка всех материалов не будет дорогой. Настало время бурить! Главное, что необходимо знать, бурим на глубину промерзания или ниже. В нашем регионе это 160 сантиметров. Находим самую высокую точку и от нее определяем перепад высот свайного поля. Мы делаем так, что оголовок ракеты в самой высокой точке будет находиться над уровнем земли примерно на 25 сантиметров. Это и является нашей эталонной высотой. Все, что будет лишнее, мы отрежем. Но две сваи нам пришлось нарастить, так как перепад высоты свайного поля составил 50 сантиметров. Смешиваем бензин с маслом, заводим мотобур, вставляем шнек и стартуем. Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! Сначала углубляемся на 80 сантиметров, затем добавляем метровый удлинитель и углубляемся еще на метр семьдесят, метр восемьдесят. Нам повезло с грунтом на участке. После 90 сантиметров начинается очень хороший песок. Когда все отверстия готовы, хорошо утрамбовываем дно, делаем подушку и щебня и еще раз хорошенько утрамбовываем. Проверяем, все ли заклепки установлены на наших ракетах, а для предотвращения разгерметизации проклеиваем стыки армированным скотчем. Далее устанавливаем ракету в стартовый комплекс, выравниваем по уровню и обсыпаем все ракеты песком или щебнем. Не оставляйте отверстия открытыми, обязательно накройте их чем-нибудь, чтобы исключить попадание вниз зверей, иначе они могут там погибнуть. И не оставляйте ракеты в отверстиях, если не сделали подушку и щебня, так как после дождя они могут утонуть землей всего на несколько сантиметров, и вы их не сможете достать. Задолбаетесь потом доставать, я так две ракеты переделывал несколько часов. Когда все на своих местах, по лазерному уровню переносим эталонную высоту на все остальные ракеты. Малярным скотчем помечаем линию реза и все лишнее отрезаем ножницами по металлу. Сразу отмечу, что обычными прямыми ножницами не получится отрезать лишнее. Мы, например, заранее купили левые и правые ножницы вот такой формы. Еще один момент, когда будете переносить отметки лазером, вы можете найти одну ракету, которая примерно совпадает с эталонной высотой. Тогда можно ориентироваться на нее, а следовательно, подрезать придется на одну ракету меньше. Следующим этапом необходимо изготовить каркас из арматура. Проходим с рулеткой и измеряем каждую сваи внутри, одна до края и отнимаем 7 сантиметров, чтобы арматура немного не доходила до верха. Записываем куда-нибудь все размеры, мы, например, практикуем наскальную живопись. Армировать сваи будем на всю длину. Вертикальные прутки будут из двенадцатой арматуры, а треугольные хомуты из восьмой. Нарезаем по три вертикальных прутка арматуры согласно нашим наскальным чертежам. А при помощи арматуры гиба делаем три треугольника на каждый каркас. Далее вязальной проволокой скрепляем все элементы каркаса для каждой сваи и подписываем, чтобы потом не запутаться. А чтобы между каркасом и опалубкой осталось расстояние, мы использовали круглые фиксаторы для арматуры. Мы практически готовы к заливке, но остался момент, а именно необходимо подготовить десять оголовок для свай из толстых металлических листов. Мы их нашли в металлоприемнике. Видимо, когда-то это была лестница, но теперь на них будет стоять наша мастерская бытовка. Заранее на каждом оголовке можно отметить маркером центр. Эти центры помогут нам выдержать размеры в соответствии с проектом. И в случае, если получится погрешность, мы ее компенсируем за счет этих оголовков. А погрешность все равно будет. Она зависит от перепада высоты свайного поля, растягивается ли рулетка или нет, как ровно пробурены отверстия и как ровно установлена опалубка. Помните наши колышки при разметке? Вот как раз сейчас они и пойдут в дело. К нижней части оголовков привариваем два прутка загнутой арматуры длиной 20-25 сантиметров. После того, как в опалубку зальется бетон, мы просто вставим эти оголовки внутрь. Далее приступаем к заливке. Теперь у нас абсолютно все готово и мы можем начинать замешивать бетон. Достаем бетон на мешалку и готовим ведра с лопатами. Мы будем замешивать бетон примерно марки М300. Пропорция, которая легко запомнится. Называется 1-2-3. Это означает 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня, вода по вкусу, но примерно 50% от объема цемента. Дополнительно можно приправить еще пластификатором. Он увеличивает время сохранения подвижности смеси, делает ее более пластичной и снижает усадку, так как требуется меньшее количество воды. После предварительных расчетов мы приобрели цемент в мешках по 25 кг. Они, конечно, процентов на 20 дороже, но переносить одному человеку и гораздо удобнее. Речной песок и щебень фракции 5 на 20. Фракции крупнее в нашем случае будет застревать в арматуре. Сначала в бетонную мешалку заливаем воду, одно ведро щебня и пластификатор. Затем добавляем ведро цемента и все хорошо перемешиваем. Далее добавляем 2 ведра песка и оставшийся щебень. Ждем несколько минут и проверяем раствор. Если он суховат, чуть-чуть добавляем воды. Если слишком жидкий, то песок, цемент, щебень. Наш щебень оказался немытым, поэтому мы добавляли не 2, а полтора ведра песка. Так что все индивидуально. Правильно приготовленный раствор должен держаться на мастерке и свободно вываливаться из бетонной мешалки, но не выливаться. Примерно вот так. Не делайте раствор слишком жидкий. Вам может показаться, что с ним легче работать, но из-за большого количества воды снижается качество бетона. Для переноса раствора мы решили использовать 20-ти литровые усиленные ведра. Ведро на 45 литров неприподъемное, да и к тому же развалилось на третьем замесе. Вываливаем из мешалки немного раствора в ведро и идем к ракете. Сначала закидываем раствор примерно до края юбки. Вибрируем и вставляем арматурный каркас. Затем постепенно накидываем бетон в ракету и периодически вибрируем, пока наша ракета не заполнится полностью. Стоит отметить, что вибрирование бетона важнейший этап. Вибратор выгоняет воздух и делает бетон однородным. В конце вставляем наш оголовок в опалубку, производим измерение рулеткой и все, свая полностью готова. То же самое делаем со всеми сваями и оставляем на пару недель для набора прочности. Давайте подытожим наконец-то. Общая смета на свае выглядит вот так. Стоимость одной свая ракеты в нашем случае составляет примерно 2300 рублей. Но ее можно легко снизить за счет меньшей марки бетона, меньшего сечения арматуры, а также меньшего заглубления. Можно, кстати, не делать юбку, но тогда уменьшится пятно контакта и ракетами их уже назвать будет нельзя. Наконец-то мы залили крепкий фундамент для нашей будущей мастерской бытовки. Остается только прибраться, разровнять сваяное поле под бытовкой, застелить геотиксель и присыпать щебнем. Мы пока не успели этого сделать, но результат вы видите в нашем телеграм-канале. В дальнейших видео мы покажем поэтапный процесс строительства мастерской бытовки по каркасной технологии. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии и задавайте нам вопрос, на который мы с радостью ответим. До новых встреч в Берлоге! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!